Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос я хотела бы узнать по детскую психосоматику. Ну, в плане того, что вот есть совсем маленькие дети, у которых мироощущение через маму. Как правило, дети там до определенного возраста, ну, 5 лет, грубо говоря, да, они очень часто болеют, особенно простудные, вирпные заболевания. И как бы есть такое мнение, что это в первую очередь ощущение мамы. Ну, я говорю не такие, не про тяжелые болезни какие-то, но это в первую очередь, то есть мамой, надо сначала лечить маму, а потом уже там разбираться с ребенком. Это вот как, ну, бороться с этим, да, как контролировать себя, это вот мой первый вопрос в плане того, что как вот ты, ты же не можешь эти вещи контролировать, ну, если у тебя там куча других проблем, там нехватка денег, быт и так далее, ну, то есть они по-любому будут передаваться ребенку. Ну, то есть вот как вот из этого как-то, скажем так, выравнивать эти ситуации, потому что я думаю, что кажется, это ситуация. Это вот так. Второй вопрос про свои собственные границы. То есть вот, ну, про любовь к себе это понятно, то есть это про то, что тебе больше всего хочется, а вот про границы не совсем. Вот как их обозначать, ну, как бы это не совсем мне понятно. Чтобы они слишком тоже не были утрированы, потому что здесь же бывает, что ты там начинаешь их выставлять, а потом не умеешь ни помощи принять. Нет, смотри, ты вот по поводу личных границ, да, ты всегда понимаешь, где начинаешься ты. Любой человек всегда понимает, где начинаешься ты. Если мы возьмем вот в энергии, вот туда перейдем, то у каждого человека биополис своего размера. И вот ее называют интимной зоной. То есть когда тебе комфортно, вот так я стою, или вот так стою, близко стою, и когда тебе становится некомфортно, там начался ты. В переговорах, когда в бизнесе тоже есть, где работа, вот где вот есть, где начинаешься ты. И всегда обычно в переговорах… С родственниками, с друзьями. Ой, родственники, вообще легко, там вообще тебя нету вообще нигде. Хорошо, а с мужчиной тогда, вот как… Бывают же такие вот абьюзеры? С мужчиной? Ну, вообще сам мужчина, если он, ну, скажем так, качественный, да, он не будет тебя унижать просто так, и где-то тебе на горло наступать. Но если вдруг он тебе нечаянно где-то наступил на горло, ты просто об этом надо сказать. Когда ты делаешь так, мне неприятно. Или когда ты делаешь так, я чувствую вот это. Потому что все ссоры наши начинаются с обвинения. Ну, как начинаем? Ты знаешь, когда ты мне на ногу… Ты какой хер, ты мне на ногу наступаешь? А ты можешь сказать, ты знаешь, когда ты мне на ноге стоишь, мне как-то больно, неприятно. Человек извинится, поднимет ногу и всё. Особенно, вот помните, кто женился, когда или замуж выходил? Тебе наливают суп, а он недосолёный. И ты такой думаешь, молодая жена, откуда она знает, или что-то этот. И промолчал. Проходит 40 лет, а ты, сука, этот суп так и жрёшь недосолёный. Потому что ей кажется, что тебе так нравится. И поэтому очень часто просто нужно сказать, ну, дай соль или досоли в следующий раз. Или недосоли. Или горько, негорько, постно, непостно. То есть очень важно проговаривать эти вещи для того, чтобы просто обозначить свои предпочтения, что ли. А если это не работает, то как? Это работает всегда. Если ты говоришь, и тебя не слышат, значит, ты как-то не так говоришь. Вот меня очень часто упрекают, знаете, в том, что я резко как-то говорю. То есть зачем вы материтесь? Для чего вы так сказали? Ой, это же там ещё... Мы, нас с детства мы обтекаемые. Вот нас учили, мы так научились. Мы не можем прямо сказать человеку, что он мудак. Это просто что-то как-то у тебя, наверное, настроения не было. И человек, он не понимает. На самом деле это предательство с твоей стороны. Когда ты видишь, что человек мудак, и ты ему об этом не говоришь, он думает, что с ним всё хорошо. Особенно это к близким относится. Если ты видишь, что человек ведёт себя некорректно и не так, то лучше скажи, если это близкий, и ты его действительно любишь. И поэтому, если тебе что-то в нём не нравится, то, что он делает, просто озвучь. Нормальный, адекватный человек, он это поймёт. Ненормальный, зачем ты с ним живёшь? По поводу разводиться, не разводиться, да? Ну, не знаю, откуда это сейчас. Может, тема одинаковая, может, у кого-то вопрос стоит. В течение трёх месяцев вкладываешься в ваши отношения с мужем или с супругой на сто процентов. Ты делаешь всё и живёшь им или ей, дышишь. И если через три месяца он не поменял своего отношения к тебе, он никогда его отношения не изменит. Но твоё проявление должно быть адекватным, объективным. То есть, не так, я тебе чай налила, я тебе там всё отдала, да? Ну, что было? Всё, что могла, я сделал для сохранения брака. У женщин, тем более, у вас немножко перекос, как сказать, у вас, короче, когда эмоции включаются, мозг отрубается. У вас одновременно ничего не работает. И как-то пришла женщина, говорит, вот у меня брак разваливается. Я уже всё сделала, чтобы сохранить брак, но что-то как-то не пошло. Сейчас мы с ней разговаривали. Я говорю, давай подведём итог. Ты выгнала мужа из дома. Я хочу сохранить брак. Ты выгнала мужа из дома. Ты поругалась со свекровкой. Забрала детей от свекровки, живёшь одна с детьми. Завела себе любовника, что я ещё могу сделать, чтобы сохранить. То есть, если ты вкладываешься во взаимоотношения с мужем или с супругой, ты должен объективно или должна объективно быть для него в течение трёх месяцев. Любой человек нормальный, когда к нему хорошо относится, он поменяет своё отношение к тебе. Если он этого не сделает, этого не произойдёт никогда. Если тебя эта ситуация устраивает, живи дальше. Если не устраивает, ну, уходи. Но только не надо метаться, как этот, знаете, «Ой, не хочу, но всё равно живу». И вот этих вот страданий не надо создавать. Вот эти мудовые страдания, они создают варикоз на ногах. Когда я хочу с работы уволиться, 20 лет прошло, я не уволился. И у человека варикоз на ногах. То есть любое твоё проявление какое-то или твоя нерешительность будет бить по твоим ногам. Поэтому колени, варикоз, там, и всё такое.